Каждые полчаса в России пропадает без вести ребёнок. Каждые шесть часов в России пропадает ребёнок, которого никогда не найдут. Каждого второго ребёнка похищают. Если вы уверены, что ваши дети или внуки никогда не заговорят с незнакомцем и уж тем более не уйдут с ним в неизвестном направлении, просто посмотрите наш следующий сюжет. Когда Олег Солнцев начинал снимать этот эксперимент, может ли чужой человек за считанные секунды увезти ребёнка с детской площадки, он и не догадывался, что результаты потрясут и шокируют всех нас. Смотрите. Мы выбрали обычную детскую площадку и несколько самых обычных семей, в которых есть маленькие дети. Их родители заверили, что те уже в курсе опасностей окружающего мира и вроде как должны быть на чеку. И так хочется верить, что наш эксперимент провалится. Его суть проста – поддадутся ли оставленные без присмотра дети, но уговоры незнакомца – покинуть вместе с ним игровую площадку. Оставив ребёнка на детской площадке, родители уходят под банальным предлогом – в магазин за мороженым, в машину за сумкой поздороваться с соседом. Ну, что случится за пару минут? Вокруг карусели и песочниц кружит взрослый мужчина. Неброская одежда, надвинутая на брови кепка – роль злоумышленника играет детский психолог. А чего ты тут одна делаешь? Вот, смотри. Детали разговора не так важны. Лучше внимательно следите за секундомером. Вот, женщина с тобой была. Чего это? Она ещё спросила про зелёную леночку. Пойдём, она там. Шесть секунд. И девятилетняя Настя уже следует за незнакомым мужчиной. Пятнадцать секунд. И они уже на полпути к выходу из парка. У меня уже всё оборвалось, вот поверите. За похищением племянницы её тётя из укрытия следит в прямом эфире. С каждой секундой она всё отчётливее сознаёт. Проморгать ребёнка – выражение совсем не образное. Вот он сейчас её попробует взять за руку. Тридцать пять секунд. Девочка уже за пределами площадки. Вот сейчас видно – Настя сомневается. А давать ли руку незнакомцу? Вот сомнение на лице появилось. Видно, у ребёнка появилось сомнение, но ничего не закончилось. Переходят дорогу. Сорок три секунды. Девочка уже рядом с автомобилем похитителя. Ай-яй-яй! Ты с кем пошла? Ты с кем пошла? Тебе что мы всегда говорили? А если бы этот человек был настоящий? Это просто кино сейчас. Тебя проверили. Что, уйдёшь ты с площадки с кем-нибудь, с чужим или нет? Нет, ты понимаешь, тебя увёл бы, и тебя никто бы не нашёл из нас. Никогда бы ты больше не увидела ни маму, ни папу. Эксперимент повторяется снова и снова. Пойдём, поможем. Тут, наверное, ближе будут. И каждый раз с одинаково пугающим результатом. Ну что вы думаете, пойдёт? А чего ты тут одна делаешь? Вообще объясняли. Никому не забыли больше. Ну они уже почти вышли из парка. То есть только что вашу дочь... Фактически, да. ...похитили. Видите, хватайте его там. И объясняйте, что не так. Всё это заняло секунд 15, наверное. И, то есть, стоило вам, наверное, завязать шнурки, дольше бы заняло времени. А вашего ребёнка уже в парке нет. Денис поражён. Его дочь похитили средь бела дня на глазах у таких же родителей. А вопрос равнодушия, находящийся на улице людей, не входит сейчас в нашу компетенцию. Всё это время рядом с родителями находился Павел Самойлов. 20 лет он проработал в уголовном розыске. Ловил маньяков, педофилов. Сейчас консультирует добровольные сообщества по поиску пропавших детей. Криминалист уверяет, GPS-маячки, огороженные игровые зоны не помогут. Существует всего один простой и верный способ оградить ребёнка от угрозы похищения. Самое простое решение – не оставить ребёнка без присмотра. Взрослые считают, что его необходимость, его нужды выше, чем нужда ребёнка. Возди ребёнка с собой. Проблемы создаются. В этой условной игре вы проиграли, и ставка была очень высокая. Да. Жизнь ребёнка, конечно. Этот сюжет длится всего 4,5 минуты. В эксперименте этого времени хватило, чтобы увезти с площадки 9 детей. Эти сёстры стали 4-й и 5-й жертвами. Пошли, на скамейку сядем. А здесь за незнакомцем – это не шутка. Пошли сразу три девочки. В среднем по 30 секунд на ребёнка. И только у одного, у 7-летнего Генриха, предложение незнакомца вызвало искреннее удивление. Но разве может он подвезти маму? Меня мама оставила там сидеть. Я что, должен с незнакомцем куда-то идти? Давай, ты сегодня молодец. Давай. Молодца. Кстати, а где сейчас ваши дети? Олег Солнцев, Оксана Веселева и Роман Минлишев. Центральное телевидение.